Вы смотрите новости на канале RTVI. Пять человек пострадали в понедельник в Израиле в результате терактов с применением холодного оружия. Последнее нападение было зафиксировано в Нитании. 70-летний израильтянин доставлен в больницу, нападавший нейтрализован полицией. Ранее днем сообщения об атаках поступили из Решен-Лицеона из Западного берега. Представители Сил Безопасности Израиля признают, что остановить насилие пока не удается и нужны новые меры. Все подробности мы узнаем у моего коллеги Евгения Савы, который выходит с нами на связь. Женя, добрый вечер и вам слово. Добрый вечер, Лиза. Ситуация здесь в Израиле по-прежнему остается неспокойной. Несмотря на все попытки израильских властей как-то стабилизировать обстановку, им это пока не удается. И нападение здесь фиксируется буквально каждый день. Сегодня сразу несколько нападений, причем не только в районе Иерусалима и на Западном берегу. А прежде всего террор вновь, можно сказать, возвращается в израильские города. Террористический акт произошел и в городе Натанье. Это курортный город к северу от Тель-Авива. И после полудня нападения в городе Ришон-Лицион. Там палестинский араб напал с ножом на прохожих, сумев ранить четверых человек. У нас есть возможность послушать, что говорит начальник полиции города Ришон-Лицион. Нападавший начал наносить удары ножом. В считанные секунды на место прибыл один из полицейских, которому и удалось нейтрализовать террориста. То, что произошло сегодня в городе Ришон-Лицион, это, пожалуй, типичная картина для последних двух месяцев. Палестинцы, которые находятся в основном, конечно же, незаконно на территории Израиля, берут в руки ноши, нападают на евреев с криками «Аллах Акбар!». В лучшем случае удается полиции тут же их нейтрализовать, в худшем случае есть раненые и даже убитые. Служба скорой помощи Израилем, аген Давида Дома, публиковала сегодня сообщение, с которого следует, что только за октябрь месяц 11 израильтян были убиты. Вот в таких нападениях еще 142 человека получили ранения. Несмотря на то, что во многих городах, и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и в городах Южне, Тель-Авиве продолжают дежурить сотни, я бы сказал, даже тысячи полицейских, никто не застрахован от таких единичных случаев. И в израильском руководстве, в Иерусалиме подчеркивают, что, несмотря на все усилия, такая вот одиночная антифада может продолжаться. Ну, Лиза, вы знаете, отчасти, возможно, это связано с той непростой обстановкой, которая сейчас происходит вокруг Храмовой горы, и мы много об этом говорим последние два месяца. Палестинцы считают, что Израиль пытается контролировать ситуацию на Храмовой горе и таким образом захватить мечеть Алякса. Израильтяне со своей стороны убеждают весь мир и прежде всего палестинцев и арабов, что ни о каком захвате речь не идет. И премьер-министр Нитанягу буквально недавно, несколько недель назад, запретил всем депутатам, не только арабским, но и депутатам от правого лагеря, подниматься на Храмовую гору. Сегодня со специальным обращением к депутатам выступил и исполняющий обязанности генинспектора полиции Бен Сисау, который в буквальном смысле сказал, что любой человек, который поднимется на Храмовую гору, будет считаться преступником, он будет нарушать закон. Ну и в Кнессете также пытаются как-то успокоить вот эти настроения последних дней. И комиссия этики, парламентская комиссия по этике даже выпустила специальное постановление, в котором говорится, что любой депутат Кнессета, как еврей, так и араб, который поднимется на Храмовую гору, будет считаться нарушителем закона. Возможно, его даже лишат права голосовать, его лишат права участия в парламентских комиссиях. Так что в буквальном смысле на всех фронтах идет вот эта борьба за возможность как-то снизить накал с Россией, утихомирить ситуацию здесь в Израиле и, пожалуй, на всем, наверное, Ближнем Востоке. Лиза? Спасибо, Евгений. Мой коллега в Израиле Евгений Сава об очередных терактах в еврейском государстве.